друзья всем привет итак я снова в харькове в партии шевченко двигаю в сторону клиники где буду сдавать проводить диагностику состава тела в очередной раз и на улице дождливая погода но строение все равно хорошая потому что мне жутко интересно что же у меня получилось чем закончился мой эксперимент там где отталкивался от науки и снижал процент жира в организме используя научный подход вот при этом кушая бургеры чипсики сладости позволяя себе не так далее и придерживаясь своих нормы белков жиров и углеводов вот так что а сейчас я хочу чтобы вы посмотрели пока что мой влог один день из жизни моей на сушке скажем так то есть как я питался как и тренировался как я активничал чтобы вас было небольшое представление как это все происходило вот ну все придаю слово думаю другому алексееву по ту сторону экрана а я погнал сдавать делать диагностику состава тела пока утро доброе друзья мой день начинается с того что просыпаюсь выпиваю чашку или две воды для того чтобы начать набирать свою норму жидкости уже с утра дальше не поднимаясь на свое рабочее место параллельно проверяю свою форму мало ли что там изменилось дальше одевая ковбойскую рубашку и иду пасти лошадей было бы круто ну ладно на самом деле я сажусь за компьютер и начинаю составлять себе меню на утро на данный момент я считаю свою калорийность таблички excel это очень удобно я уже приловчился занес ее целую кучу своих любимых продуктов и мне остается просто копировать и вставлять нужными день вот длинный 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 список моих дней на диете каждый денек записаны все учтено поскольку меня себе тренировочка мой утренний прием пищи предтренировочные должен быть выстроен таким образом чтобы получить из него максимальный кпд а для этого мы кушаем норму белка минимальное количество жира и львиную долю углеводов виде углеводов сегодня будет у меня макароны с сахаром вкусная штука для меня поэтому из этого длинного списка мы с вами ищем макарошки с сахарком копируем их и вставляем в наш день углеводы зафиксировали теперь у нас белок источником белка сегодня будет телятина находим ее и вставляем телятина сырая 160 грамм и дальше мы еще запишем сюда кофеек отличная тема для того чтобы выпить при тренировкой для того чтобы чувствовать себя более бодрей и веселей на треше это натуральный скажем так пред трен кофеек с сахарком вставляем дальше используя формулу я подвожу итоги сколько же я всего 7 за завтрак это очень удобная штука для того чтобы проанализировать потом сколько же мне осталось в обед скушать примеру и на ужин я же вижу циферки готовые количество белков жиров и углеводов смотрю на циферки выше мы на мои и понимаю сколько мне еще можно сегодня с хомячей все дело сделано заняло буквально две минуты времени а теперь еще немного поработаю и пойду готовить себе есть по уже готовой схеме и так давайте быстро чтобы не тянуть я хватаю макарохи включая весы взвешиваем макарохи ровно 100 грамм потом макарохи отправляются вариться тем временем я залезаю вот в этот холодильник в этом холодильник у меня лежит говядина 160 грамм вот здесь на ней написано дата когда ее заморозил эту говядину мы ложим на сковородочку на сковородочку предварительно намазали немножко масла вот и готовим ее затем насыпаемся кофейка сахарка заливаемся водичкой макарошки достаем тоже засыпаем сахарком и идем завтракать приятного аппетита шоу попрошайка да попрошайка один кусочек я уже съел мясо все то есть только макароны кушаешь кушаешь макароны а дай мою макарорку кушу макаронину сладкую теперь настал самый кайфовый момент ты сидишь и пьешь кофе так друзья чухой на тренировочку а для вас пока 1 1 фишка короче смотрите если у вас находится спортзал или спортивная площадка пешей доступности там ближайших там не знаю в 2 3 км от вас то старайтесь ходить туда пешком то есть вам нужно нахаживать свою норму шагов на чтобы вас была активность хорошая как для здоровья так и для дополнительной траты калорий если вас находится спортзал близко а вы туда едете на машине или на на такси короче на автобусе то вы просто теряете возможность находить себе преимущество находите лишнюю активность дополнительную скажем так что только будет вам в бонус или плюс и это не просто фишка которая придумал скажем так фишка которую я везде озвучиваю еще и сам пользуюсь что самое главное она прекрасно работает поэтому если у вас есть возможность ходить в зал ножками не теряйте и не нужно ехать на машине или на общественном транспорте типа там есть вам две основки проехать на троллейбусе зачем это делать если можно пройти это расстояние и наработать себе преимущество скажем так вот ну все же подхожу в залик сейчас начнется тренировать блокнот для записей программа тренировок и для отслеживание прогресса и водичка нужны атрибуты на тренировочке поехали тренировку я всегда начинаю с суставной разминочки таким образом и как минимум продлеваю жизнь своим суставом с помощью часов я засекаю время тренировки плюс получают приблизительные данные по тратам калорий на тренировке что просто интересно мне как исследователю фитнеса плюс к этому когда ты видишь конце тренировки что 500 700 калорий упала тебе в дневную норму активности это тебя немного мотивирует по плану у меня сегодня силовая тренировка на такие мышечные группы как грудь и спина тонкости тренировочного процесса эта тема для другого видео вашему вниманию нарезка кадров с моей тренировки и погнали дальше у нас так друзья фишка номер два для того чтобы находить свою норму шагов нужно на тренировочке жопа не сидеть ровно на лавочке между подходами подход закончили встали и начали ходить и если у вас тренировка идет полтора два часа то вы за тренировочку находите нормальное количество шагов 3-4 тысячи можно находить простая фишка которая помогает вам быть активными еще больше вот потому что знаете да есть такая штука когда люди приходят тренировку сделали упражнение торчат соответственно на лавочке так что не сидим между подходами ходим ножками тренировка Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот сейчас я это все покажу наглядно А пока что скажу за чипсы Вообще за вредную еду и так далее И то что я вам сегодня показываю Это не означает что так нужно прям есть Вот Естественно у каждого свои разные вкусовые предпочтения Но Я это делаю все для того Чтобы показать что так можно И что как бы Суть похудения не в этом И чтобы спокойно можно себе позволить И сахар скушать И макароны с сахаром допустим И что угодно, в общем, сладкое И даже вот такое Все сразу похудение и чипсы Как это вообще связано? Да просто Просто влазите в свою норму белков, жиров и углеводов И кушайте все, что хотите Просто как обычно люди поступают Они покупают чипсы И здесь пачка Допустим 137 грамм И я раньше, то есть когда я не считаю Калорийность, скажем так, не то что раньше Когда я не считаю, мне это не парит У меня никаких целей не похудеть, не массу набрать Я могу спокойно купить пачку и вточить ее Скажем так, да, а тут 137 грамм На минуточку В 100 граммах чипсов 32 грамма жира А тут 130, то есть это уже будет там Грамм 40 У некоторых это дневная норма вообще жира Вот, или А учитывая, что вы кушаете чипсы, помимо этого Еще чего-то там, может рыбку Может быть орешки И вообще в течение дня будете кушать какую-то еду То естественно Это придет к тому, что вы прижрете своих калорий И соответственно Это вам не на руку Вот, но Тут написано даже Сзади Порция, ну, калорийность Просчитана на 100 грамм А рядом Написано калорийность на 30 грамм То есть, как бы намекает, что порция Ребят, даже на пачке чипсов На снитерсах Там, посмотрите внимательно Сзади нам даже производитель намекает Что порция 30 грамм Алло То есть, не пачку нужно съедать В день, да, скажем так Или за раз А, ну, 30 грамм И очень удобно Уже на 30 грамм Посчитана калорийность Сколько белков, жиров и углеводов Ну, блин, это клево Вот Ну, мне 30 грамм маловато Я высчитал себе 50 грамм И меня это устраивает Я, как бы, наедаюсь Я удовлетворяю своего этого червячка Который просит постоянно Что-нибудь вкусненького и интересного Дело всегда в порциях Дело в норме Вот А не в том Что именно вы кушаете То же самое, например, сегодня взял пепси Да, пепси это Ну, пепси зеро вообще То есть, она там, ну, ноль колодий Скажем так И само собой Что даже на моей диете Там, где я могу себе все позволить Но мне хочется иногда Больше съесть чего-нибудь И просто организму требуется сладкого И чтобы не накидывать кучу калорий Лишних, да Сахар, сахар, сахар Вот Я просто покупаю колу зеро Пью ее, соответственно Она удовлетворяет мои вкусовые рецепторы И на какое-то время Откладывает желание Скушать что-нибудь сладкое Что-нибудь более калорийное, скажем так А там вообще ноль калорий Тот же самый смысл И, кстати, сахара Заменителями Вот Поэтому, вот, как-то так Значит Сейчас я переворачиваю камеру Показываю, что я посчитал Итак Вот прям в реальном времени Вам объясняю логику подсчета Я позавтракал Почитал Подбил итоги Теперь я знаю, сколько мне дальше кушать, да И поехали Я пришел домой Поскольку сказал, что Сегодня Посмотрим телик Там, ютубчик Не знаю Селярчик, скажем так Я взял под это дело чипсики И я сразу Высчитал себе ужин Такое, какое я хочу Я сижу здесь и фантазирую Блин, да Я съем бургеры С мясом С сыром, скажем так, да Плюс к этому добавляю еще чипсики И кайфану Я просчитал себе сразу булку У меня это все уже высчитано Я себе создал табличку, скажем так Где у меня прописаны мои порции И так далее Это булка у меня часто очень в рационе Поэтому я только сюда копирую и все Значит, булку тоже самое с брынзой Я добавил, чтобы смазать Филе куриное, творное 100 грамм Соус Тартар, кстати, торчен Кстати, прикольная штука Вот я тоже посчитал себе 7 грамм порция Это достаточно, чтобы булку смазать, допустим Или я иногда 14 грамм ложу себе Даже, если не ошибаюсь У них сзади на упаковке Прям высчитана тоже порция на 14 грамм И прикольно, что он вкусный Такой, типа, как легкий-легкий майонезик С привкусом зелени и соленых огурчиков И не очень калорийный То есть на 14 грамм Это нормально Можно в салат себе заправить Там всего 4 грамма жира Блин, это же круто Дальше сыр чеддер Бургерный такой сырочек, типа, ложить И чипсы Я высчитал себе 50 грамм чипсов Вот посчитано у меня И я сразу подбиваю итоги Итоги за 2 приема пищи То есть я соединяю эту цифру Трын, трын, трын И циферки последующие И у меня получается вот такая штука И я вижу, что я теперь могу От этих цифр оттолкнуться И создать себе обед То есть то, что я пойду сейчас Именно кушать после тренировки уже И поехали Соответственно Я подобрал себе Более, скажем так, пищу Более грамотную, скажем так Для того, чтобы поддержать себя до вечера Это овощной набор Суповой Очень вкусный Покупаю Вот сколько овощей зеленых пробовал Ой, овощей замороженных Как-то не очень было Этот суповой набор с грибочками Просто Отличный вариантик Там пачка 400 грамм Я обычно сразу пол пачки высыпаю В сковородку Тушу его С мясом Или отдельно Короче, как угодно Вот Сейчас хочу вообще попробовать Какую-то штуку замутить Не знаю, что получится Будет вкусно или нет Сфантазировал Пойду сейчас готовить Значит, у меня овощной набор Важно овощи Нам дают клетчатку Витамины Возвращаясь к клетчатке Это важно на диете Для того, чтобы Вы должны кушать Большое количество овощей Для того, чтобы Они вас насыщали Скажем так Вот Дальше у нас Творог идет 0% жирности Я добавлю туда Как бы как сыр падет Скажем так 100 грамм И даст мне какую-то Хорошую долю белка Дальше Брынзу то я кину Для солености И вкусности Положу филе Творное 50 грамм Покрошу И все это дело Стушу Короче, сковородки И будет у меня такое Блюдо Что получится Не знаю С торогом Еще ни разу овощи Так не ел Проэкспериментируем Вот И дальше я Что возьму Выпью Чашечку кофе Обычно Одну или две чашки кофе В день выпиваю с сахаром Вот И съем 2 хлебца С джемом И подвожу итоги Что у нас получается 130 грамм у нас Белков получилось То есть я норму свою съел 44 грамма жира Получилось Это означает Что я Чуть-чуть Не добрался Вот моя норма 60 Да Я кушал 44 Сейчас потом объясню Что можно сделать еще И углеводов 200 200 2 грамма Роли не сыграется Это париться не нужно Учитывая Что я не доел Свою норму жиров Да Я могу Еще что-нибудь Засунет попозже Захочется что-нибудь Вот Как себя буду чувствовать Чувствуешь Что нормально Идет как бы диета Иначе можно Все Ничего не добавлять Скажем так Я не голодный Если захочется Что-нибудь добавить Допустим Как я поступаю Тут у меня норма Тут норма Тут недобор Да Считаем Сколько недобор 60 Минус 44 Ну грубо говоря 15 грамм Жира Я не добрал Приведем Это в калории 15 умножаем На 9 1 грамм жира Это у нас Соответственно 9 калорий Приводим 135 калорий И теперь На эти 135 калорий Я могу съесть Все что захочется Скажем так Вот И я допустим Скорее всего Захочу добавить углеводов Значит мы эти калории Приводим в углеводы 135 делим на 4 Поскольку 1 грамм углевода Это просто 4 калории Вот И опа 33 грамма Отлично То есть я могу еще съесть 50 грамм Допустим Хлопьев сладких Да Или еще хлебцы Добавить себе С джемом На вечер Или чай с сахарком Вот То есть у меня вместо 200 углеводов Да Будет 230 грамм углеводов Норма Вот Так иногда Можно манипулировать Ну вот эти цифры Должны быть в норме Белок должен быть в норме Вот Углеводы Не сильно меньше Скажем так А жирок У каждого по-своему Но тоже как бы Есть некий диапазон Который себе позволяет Допустим У меня норма 60 Диапазон у меня 45 Допустим Могу грамм жира съесть в день Да Ну зачастую это 60 у меня получается Потому что я люблю Что-нибудь жирненькое схомячить Вот То есть 45 И Ну в крайнем случае 64-63 грамма Я могу съесть То есть отталкиваюсь От собственного веса Вот Больше Кушать не нужно Потому что Еще и маленький бонус Такой Значит Весь лишний жир То есть если вы съедаете Норму белка Все ок Если вы съели Больше белка Чем нужно Тоже в принципе Все ок Это нужно Очень сильно Прижирать Чтобы он ушел У вас в жир С углеводами Особенно Учитывая что вы В дефиците сидите То Вы тоже можете Чуть-чуть Переесть Скажем так Но Это все пойдет В гликоген Это все пойдет На питание организма И так далее Но Если вы Кушаете Жира Больше чем нужно То жир попадает Вам в организм Организм его Начинает перерабатывать Запускать В те места Где он нужен Да А лишний жир Откладывается В жир Вот Поэтому нет смысла Кушать на диете Больше Чтобы он Как бы да Сохранялся В жир А потом жир Опять вынимался Лучше кушать Чуть-чуть Чуть-чуть Меньше своей нормы Скажем так Как-то так Друзья Теперь идем Готовить кушать А вот И этот суповой набор Очень прикольный Ароматный За счет того Что есть грибы А также есть Другие полезные овощи Морковка Брокколи Картошечка Здесь Короче все что нужно Очень вкусно И ароматно Дальше Это Брынзу Я еще использую В ней есть Нормальное количество Белка И также Она добавляет Немножко солененького Мои бутерброды Бургеры Салатики К мясу И так далее Также Юзаю Вот такой Вот творог Вот у меня Всегда имеется Две пачки В холодильнике Одна 0% Другая 5% Я смотрю К концу дня Или в течение дня Сколько мне жира Чем можно позволить И использую Либо ту Либо другую Также есть Вот такой Черничный Джемик Вот его можно добавлять На бутики Или в творожок Вот И Вот такие Вот Снеки Прикольные Кукурузные Хлопья Тоже интересная тема Можно намазать сверху Сыром Или джемом Или чем душе угодно Хоть медом Хоть сгущенкой Вот и пожевать Те же самые Углю воды Плюс еще Зубки Поточить Можно Что-нибудь пожевать Иногда хочется Дальше мы берем Творожок Брынзу Филешечку Все как Позаписывал Все по граммам Взвешиваем Все это дело И отправляем Уже к овощам Которые тушатся На сковородке Спустя некоторое время Блюдо еще выглядит Презентабельно Я его посолил Поперчил И получится Что-то вроде рагу Попозже Попробую И скажу вам Как это на вкус Ну вот Господа Все готово Рагу Снеки с джемом И кофеечек Все по красоте Можно приступать К обеду Это реально Получилось вкусно Блин Даже не хочется На видео Допекаться Сочно Сочно Вкусно Белки Порция белков Получается Из порога И из мяса И из брынзы Немного И порция овощей Предношу Сборная солянка Это офигейко Вкусно Классно Новое блюдо Новое блюдо Мой новый топчик Который Я вношу В свой рацион Быстро Лопанул Капец Как вкусно Получилось Еще припало Что его Недолго готовить Раз 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 И готово И готово Классная штука Дальше Небольшой десертик Кофеек Со знаками Короче Вот А потом Делать дела Работа Увидимся За ужином Итак Друзья Рабочий день Подошел к концу Дела Сделаны Теперь Настало время Ужина И сейчас Поскольку я уже Заранее себе Все посчитал Я пойду Просто его Собирать Скажем так Вот Я уже Жду С нетерпением Когда пойду Заточу Бургеров Чипсиков Вот И мы Возможно С семьей Что-нибудь Посмотрим Интересное На данный момент У меня уже Активность 13 тысяч Шагов С учетом Тех Фишек Которые Я вам рассказал Я уже Находил ее Сегодня Еще до Обеда Ну и плюс По дому Набегал И у меня Получилось 13 тысяч Еще Шагов Еще набегаю Пока буду Готовить Кушать И так далее Поэтому В данном Случае Сегодня Я Как бы Закрыл Свою Потребность В активности И мне Не нужно Уже Никуда Ити Нахаживать И так далее Бывает Бывают Дни Когда я Смотрю Шагомер Мне не хватает Там тысячи Двух Трех Бывает И пяти тысяч Шагов Когда много Сидячей работы Когда Например Я не хожу В спортзал Не тренируюсь А провожу Больше времени Сидя За компьютером За бумагами И так далее Вот И в те дни Соответственно Конечно Я специально Выхожу Вечером Допустим Или когда Мне свободно Полчаса И нахаживаю Шаги Нахаживаю Наперед Вот Если такое Что я Наперед В течение Дня Я понимаю Что У меня Будет мало Возможности Находить Шагов Ну По каким Причинам То тогда Я Раньше Стою Чем Нужно До начала Рабочего Дня Скажем Так И нахаживаю Шаги Заранее И такое Бывает Но самое Главное Нужно Выполнять Свою Норму Шагов Обычная Дисциплина Вот Ну а сейчас Идем Готовить Ужин Вот Пришел Мой друг Чипсоед И лезет Уже В холодильник Я Вообще Ты За борщом Конечно Ммм Такой Вкусный Диетический Постный Борщ Борщики С чипсиками Все Что нужно Для бургера На столе Начинаем Собирать Первое Это булочка Для бургера Потом Это Соус Торчин Тартар Про который Я вам Рассказывал Вот Здесь Состав И Как я Говорил Написано На порцию На 14 Грамм Вот Удобно Дальше Срок Плавленый Для бутиков Брынза И филешечка Все Собираем Наш Бургер Та Дам Все Готово Бургер Чипсики Теперь Наливаем Пепси И Идем Наслаждаться Едой Ужин Готов Я сейчас Иду Кушать Наслаждаться Едой Кайфовать Посмотрю Что-нибудь Может Интересное С вами Пора Прощаться Цель Сегодняшнего Влога Была Такова Режим Питания Тренировок И активности В процессе Моей сушки Скажем так В процессе Того Как я худею И Это уже Подходит Почти к финалу Мой эксперимент Я напомню Где я Показываю На своем примере Благодаря С помощью Точнее Диагностики Состава тела Как я худею Как можно худеть И я специально В этот блок Засунул Такой день Сделал себе По питанию Необычный Учитывая Чипсы Бургеры Колу И так далее Чтобы вы Наглядно понимали Как Можно питаться Не загоняя Все какие-то Жесткие Рамки И Само собой Что я не каждый день Так кушаю Дни бывают Разные Бывают дни Более чистой едой Бывают дни Более Такой Как сегодня Скажем так Едой Все просто По настроению Захотел Покушать Чипсиков Купил Покушал Захотел Покушать Бургеры Купил Покушать Захотел Хлопьев Купил Покушал Главное Держаться в рамках Своих белков Жиров И углеводов И я в принципе Думаю Что я до вас Это донес Момент второй Не все так сложно Вы просто берете И если вы Будете заранее Просчитывать Свою Еду Наперед Будет гораздо Проще Вам Держать Свой режим питания Скажем так Вы просчитали Все Пам-пам-пам Зафиксировали И дальше Если вы заметили Это мне гораздо Больше времени Занимало Снимать Все это Чем считать Я сел Посчитал Зафиксировал То что мне нужно И погнал дальше На кухню Приготовился Быстренько покушать И покушал Соответственно Вот И вообще Ребята В этом выпуске Много Всяких Маленьких Таких фишечек Я вам дал Фишек и советов Если вы его Присмотрите То вы Много чего Можете подчеркнуть Для себя Применить это В своем процессе Похудения К примеру И добиться Лучших результатов Скажем так Или сдвинуться С мертвой точки К примеру Вот Поэтому Если вы не уловили Никакой полезности С это видео То вам советует Смотреть еще раз Внимательно Сверхим ручку Бумажку И записать Все маленькие Советики Которые я Давал И попробовать Их применить Вот Ну на сегодня Все Возвращаемся К тому Леше Которые Там Где-то Так друзья Диагностика Состава тела Продина И результаты Просто Офигительные Ну Лично Меня Очень порадовали Вот Но вы О них узнаете Уже В следующем ролике Поэтому Всем пока И до новых Встреч А я погнал Схомячу Что-нибудь вкусненькое Выпью кофейку Съем может быть Тисбургер И так далее Сегодня у меня Чит-дей Пока Субтитры Субтитры сделал DimaTorzok